Более тысячи участников и более десяти сессионных площадок. В Ишкороле стартовал первый региональный форум «Новое в культуре». Его особенностью стали инновационные подходы к решению наболевших проблем, активное сотрудничество молодежи с опытными кадрами и работа в форме открытого диалога. Среди участников была и наша съемочная группа. Современная культура в любой ее области не может развиваться в отрыве от реальной жизни. А реалии диктуют не только пополнение духовного потенциала, но и такое же развитие материально-технической базы. Именно этот паритет и дает нужную динамику. Сфера культуры республики динамично развивается, мы все тому свидетели. Благодаря реализации национальных проектов культуры, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в настоящее время в республике завершается работа по реконструкцию и ремонту пяти сельских домов культуры на общую сумму почти 47 миллионов рублей. Я не случайно стал говорить о сельских домах культуры, потому что то, что делается у нас в столице, мы все видим, это происходит на наших глазах, но и сельские дома культуры – это, так сказать, наш вкладесь, наш резерв, кадровый резерв, духовный резерв. Мы это хорошо понимаем. Есть за последнее время и знаковые творческие успехи. По инициативе правительства республики в Мариел созданы четыре уникальных творческих коллектива. Речь идет о Всемарийском детском хоре, Всемарийском детском духовом оркестре, а также о детском симфоническом оркестре и оркестре народных инструментов. Более достойного и перспективного представления республики на всероссийском уровне трудно представить. А если еще вспомнить прошлогодние дни республики в Совете Федерации, то там на профильном комитете был рассмотрен вопрос о сохранении культурного и исторического наследия Мариел. Поэтому все усилия правительства, подкрепленные федеральной помощью, уже начинают давать свои плоды. Здесь и реставрация учреждений культуры, и повышенное внимание к людям, занятым в этой отрасли. Не были забыты и современные технологии. Сфера культуры не может оставаться в стороне от происходящих современных процессов. Если музеи, театры, библиотеки не будут настойчиво брать на вооружение современные технологии, проникать в интернет-пространство, в социальные сети, то создастся вакуум. Обязательно будет этот вакуум заполнен чем-то далеким от традиционной истинной культуры. Этого допускать нельзя. Форум «Новое в культуре» – это хорошая возможность обсуждения как озвученной мною проблемы, так и многих других вопросов. И тенденции работы учреждений культуры республики Мариел. Конкретные дела дают реальные результаты, но процесс культурного развития необходимо постоянно контролировать и корректировать, расставляя при этом актуальные акценты. В республике в области культуры делается очень многое. Но зачастую у нас не хватает времени подвести итоги, проанализировать ситуацию и понять, что удачно, что требуют коррективы, что необходимо пересмотреть. И в данном случае площадка форума – это идеальная возможность собраться совместно с партнерами, с бизнесом, с некоммерческими организациями, главам администрации районов, подключиться к обсуждению актуальных вопросов развития. И вопросы уже звучат. Вот буквально закончилось пленарное заседание из зала вопроса, и это подтверждает актуальность. Люди готовы говорить, им есть о чем размышлять, скажем так, и есть предложения по развитию отрасли. Открытый диалог трансформировался в конкретные деловые соглашения о сотрудничестве. На полях форума подписаны сразу три соглашения. Более тесные связи теперь будут между Министерствами культуры и образования, Национальным музеем имени Евсеева и Организацией дополнительного образования инфосфера и Союза малого и среднего бизнеса республики. Все это дает молодежи отличные шансы не только заявить о себе, но и привнести в культурное развитие МРИЛ новые яркие краски. Форум позволит нам активизировать молодежь, показать ей, что она может принимать решения, что она может инициировать новые проекты. Государство поддерживает эти проекты, бизнес поддерживает их. И в данном случае площадка, посвященная актуальным вопросам Марийского театра, например, или книгоиздания в республике МРИЛ, или цифровой культуре и новым технологиям, которые используются в учреждениях культуры, вот это все в руках молодежи, я бы сказала, да, потому что они меняют форматы, они используют новые инструменты и совместно с наставниками, совместно с ветеранами отрасли формируют будущее. Форум только стартовал, а уже есть первые конкретные результаты. Самое главное заключается в том, что тематические площадки по-настоящему объединяют людей разного возраста, искренне любящих свою малую родину. А при таком раскладе сил позитивный результат практически гарантирован. Редактор субтитров А.Семкин